Так, для того, чтобы снять шестернё, открутить болт, надо подложить под колесо что-нибудь с обоих сторон, включить на передачу. Здесь сверху или снизу вставляем головку и с помощью трубы срываем гайку. Так, перед тем, как выкрутить болт, надо сделать несколько вещей. Так, первое, совместить на маховике метку со стрелкой. Должна быть стрелка с нулём соединиться. Потом чай. Так, трамблёр, снять крышку трамблёра и повернуть, чтобы бегунок стоял на метке, вырезка там такая есть, видно. Так, и третье. Шестерёнка распредвала. Шестерня распредвала тоже должна стоять по метке. На многих двигателях вот эта метка, вот здесь видно. У меня эта метка стоит за шестернёй. Если снять вот эту вот крышку, за шестернёй будет метка и она должна стоять на уровне блока. Так, после того, как всё это выставили, это значит, что у нас верхний поршень, первый поршень в верхней мертвой точке стоит. Так, далее ослабляем вот эту гайку натяжителя ролика. Ремень ослабляется и можно, открутив болт, снять шестерню вместе со шкивом. Так, ну вот я вытащил шкив вместе с шестернёй с коленчатого вала. Как видно, там ничего не сорвано, в принципе, нормально всё. А то бывает, когда шпонка там всё проворачивает, тогда беда целая. Не стал снимать кожух, заморачиваться, думаю, сейчас всё и так вставлю. Выставил всё в мёртвую точку, все эти метки выставил, ослабил ремень, так вытащил. Вот оно у нас, старый шкив. Мишки, как видно, тут всё уже поизносилось. Видно, видно прям скос сюда, выработка есть. Выработка есть. Новую буду вот он, ставить. Слак и болт складовский. Оригинальный. Ну, всё буду собирать. После того, как всё поставили на место, натягиваем ремень. Понадобится примерно вот такой вот съёмник стопорных колец. На натяжном ролике есть такие две, два отверстия, вот в них вставляем и туда натягиваем ремень. Ещё раз проверяем метки все, чтобы у нас ничего не сбилось.